Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это начало моего очередного FFA-сериала в игре Sid Meier's Civilization VI. Я буду играть за шумеров, но прежде несколько объяснений. Во-первых, игра проходит с NQ-модом. На самом деле, по механике он не сильно отличается от оригинальной версии, а делает её просто более удобной и играемой в сети. Во-первых, тут улучшен интерфейс, убраны всякие всплывающие окошки, добавлена демография, ну, вы в процессе игры увидите. Во-вторых, всем юнитам добавлено перемещение на одну клетку плюс. Это сделано для того, чтобы в сетевых играх можно было повоевать, ведь развитие проходит довольно быстро, и многие юниты просто не успевают добраться до места боёв. Ну, а с помощью такого усовершенствования, всего лишь плюс одна клетка к перемещению всем юнитам абсолютно, становится возможным проводить войны, а не только играть в развитие. Также NQ-мод тут добавляет некоторые юниты, но это как раз не особо важно, по-моему. Зато правит технологическое дерево, благодаря чему становится не так выгодно идти только по технологиям на развитие, а приходится заглядывать и в военные ветки. К тому же из игры убраны атомные бомбы и оставлены только термоядерные. Тем не менее, ещё раз повторю, по механикам, по самой игре, мне кажется, отличий от оригинальной Цивы особо нету. Но плюс к этому мы ещё используем и свои оригинальные правила. Во-первых, для того, чтобы сделать возможным религиозную победу, реально возможной, введено такое условие. Убивать религиозные юниты военными можно только до тех пор, пока не основаны все возможные религии. Если основаны все возможные религии, то религиозные юниты могут воевать только против религиозных юнитов. Военные уже не используются. Второе правило. Нападать старанами и осадными башнями на города со стенами можно только до открытия артиллерии. Это связано с багом игры, когда даже против современных городов таран продолжает работать. Ну и термоядерных ракет можно использовать только две штуки. Но при этом, если кто-то из соперников из игры выпиливается, то добавляется по одной ракете за каждого уничтоженного игрока. То есть, если, например, мы начинаем в шестером, а к моменту постройки вами ракеты уже одного человека уничтожили, ну, то есть, он вышел из игры, в принципе, нация еще может оставаться, но он вышел, как бы признал свое поражение, то вы можете еще одну ракету построить, то есть, всего три. Вот, собственно, все правила. Тем не менее, еще раз напоминаю в комментариях, не оскорбляйте участников и не пишите бессодержательные спойлеры. На этом считаю вступительное слово завершенным. Приятного вам просмотра. О, все, все на месте. Да, неужели. Дальше. Неужели просто баг в карте? Ну, посмотрим сейчас, если будем играть, то норм. Дальше. При захвате ванпоста варваров вы получаете награду племенного поселения в дополнение к обычному золоту. Блин, ну какое вино сделали. Отвратительное просто. Что-то карта большая такая. Это как? А, ты правой кнопкой на нее еще. Ну, не ругайся, не ругайся. Это у меня посел убежал. У меня тоже, я нажал правую кнопку, посел шагнул. Ну, вы два, два молодца. Еще так дерьмо шагнул. О, племенное поселение как раз. Это мой бонус. Мне надо варваров зачищать, чтобы там всякие бонусы. Слушайте, видите, вокруг... Я даже никуда не пойду. Прям вокруг все такое классное стоит. Я нажал на мини-карту, у меня все зависло. Прямо совсем все? Ну, просто экран, да, замерз. Ну, перезаходи. Да, тут слава богу, таймера не идет. Так, начнем с еды, пожалуй, надо вырасти. Будет. Так, естественно, сразу скаутов. И... Что нам тут? Какой у нас ресурс роскоши? Вот не фриц. Требуется горное дело. А тут и два животноводства. Значит, давайте начнем с горного дела. Это вот хуман говорил, что у него... Потом животноводство на карту, да? Да, я нажал ее. Типа там написано, щелкните на карту. Ну, потом орошение можно. А зачем щелкать на карту? Нормально уж размеры. Нет, там просто... Ну, она все на полокраны сейчас. Одну четвертую точно не закрывает. Одну четвертую закрывает? Ты в каком разрешении? У меня на науте экран небольшой. Когда на нее щелкнуло, она у тебя не уменьшилась? Уменьшилась, да. Осталось. Просто на 1920-1080, по-моему, нет смысла уменьшать. Как раз норм. Очень хорошо видно. Так, пока там... У меня 1300. Парень подключается. Еще раз к шумерам. Вернемся. Иммобилизация юнитов городовых государств стоит в половину меньше. Тоже можно, кстати, попробовать. И в половину меньше. Это серьезно? Там... Там... его уникальные юниты. Ну и вообще уже все сделано. Тебе не устраивает, что как город стоит? Да нет, какая разница. Ну, то есть продолжаем. Да. Джек? Мне показывает, Фимон. Что показывает? Джек, ты не закончил, да? Все, так уже закончил. Нифига себе, мне сразу... Великвию. Далее. Ну все... У всех там все нормально? Сразу у меня будет много туризма, да и... Нет, подождите, по-моему... А, Вера. То есть я сейчас получу пантеончик. Так, давайте подумаем над пантеончиком тогда. В принципе, я могу, конечно, взять на Кромлихе пантеон, но... Мне тогда религию надо основывать. Стоит ли тут спешить... Ради религии, я вот думаю. Интересные места вообще у меня тут вокруг. Жалко... Я, по-моему, тут гавань не смог. Хотя, может... Нет, не смогу. Ити три клетки. Далековато город. Ну вот тут можно поставить, будет, да, тут. Тут горы. На этом месте мы... А, нет, не могу, я тут не хватает клеток. Жаль. Ну, тоже неплохое место для города, например. Так, до двух выросли, надо... Один ход. Два хода, нет, пускай быстрее. Надо до четырех вырасти, уже пятый житель будет довольствовать. Что-то требовать, поэтому надо сначала будет нефрит обработать, прежде чем до пяти расти. Слушай, я даже, наверное, до трех уже немножко остановлюсь, потому что если я сейчас быстро до четырех вырасту, он у меня быстро и до пяти вырастет. Что не очень хорошо. А вот и пантеон. Ну, для чудес. Может взять на чудеса действительно и попробовать Стоунхенш построить. Но с другой стороны лучше-то окромлихи брать. Давайте окромлихи возьму. Так, здесь на производство переключимся. Как-то грустно, все один люкс в столице. Ну, кстати, у меня тоже один люкс, только в столице. Так, пять ходов. Нет, пять ходов это долго. Все-таки переключим одну на еду максимально. Три хода. Так, пожалуй, скаутом пойдем сюда и вот так потом. А тут воинам эту сторону исследуем. Так, видимо, надо монумент строить. Как-то нету культуры пока. Ну, вот ресурсы еще роскоши, да? Пряности. То есть, например, где-нибудь тут, если город ставить, или тут. Сейчас надо посмотреть. Раз, два, три. Ну, вот тут выглядит, что можно поставить город, например. Этим скаутом вверх, наверное, пойду сюда, а потом в эту сторону. Где варварские лагеря, чтобы я мог с них получить те же бонусы, как с руинки? Так, социальный институт. Давайте удваивает опыт юнитов разведчиков и плюс одно производство. Ого, вот и варвары. Так, следующее исследуем международную торговлю. Тем более, что континент я открыл. Ох, японец ты, как тут вылезать. Джек, здорово. Привет. Пишком как. Не просто, у меня вроде со всех сторон тут все бегают, а ты подкрался прямо к стюме. Подкрадун. Еще и рынку, наверное, где-то не стоит. Спёр. Блин. Брун. Я надеюсь, наши разногласия на этом закончатся. Закончу. Ой. Как бы мне тут моего скаута. Следующим ходом не убили. Я не рядом. Ну, я понял, что ты рядом. Так, а где у нас... Предупреди, а то я сейчас подсилю. Вот коляска. Постройте рудник для добычи. О, отлично. Я как раз обработаю нефрит. Самый пошел сверху, да? Сверху. Рабочим. Давайте-ка я строителя сразу начну. Да, ну, вера, у меня дофига будет. Где я могу... Вон, блин, там место такое, которое я хотел... Ну, вот тут можно в Стоунфейн... Или тут... Я правильно понял, ты где-то за горами находишься, да? Да. Как бы... Это нормально будет, что вот эти горы как раз будут между нами? Да. Ну, тогда договорились, я туда не хожу, ты ко мне не селишься. Ну, я пока не знаю, где ты, откровенно. Но если ты вот... Вот эти ты горы, если видишь, то мне левее них... Просто, ну, бессмысленно что-то пока ставить. Они вообще далеко, мягко говоря. Так что я согласен. Левее просто там будет моя строительство. Так, надо прекращать этот бессмысленный рост. Три хода до пяти. Блин. Плохо. Давайте я, наверное, куплю вот эту клетку. Так, сделаем. Пять ходов. Нормально. Нельзя мне вырастать до пяти, потому что у меня несчастье сразу в городе будет, а это минус ко всем показателям. Так, слава богу, этот скаут убегает. О, ггшка. Я первый нашел. Золотишко будет. Ну, там левее тебя, новых континентов и континентов нет. Не знаю. Как посмотреть? О, франция, кстати. Трогал континент. Ну, там... Или это Греция? Нет, это Франция. Влево. Спасибо. Что город-государство хочет создать кампус? Ну, пока нет. Я что-то не пойму, а какие-то пантеоны убрали, что ли? Ну, тут немножко переработано в НК-моде. Какие именно ты пантеоны хочешь? Там был пантеон. Знаете, шедевры? В три раза больше культуры давалось. Или что-то типа того. Или туризма давалось больше. Я тоже не помню такого. Вот такое было. Может, это религия? Я не знаю. Наверное, это религия. Это слишком крутое для пантеона было бы, действительно. Так, ну, пошли. Или посмотреть еще вот тут что. Давайте посмотрим, что тут за место. Так, ты где? Ага. Я что-то пойму, а Грек, ты где вообще с левой? Ой, справа-снизу? Или просто справа? Япония, стерео есть? Налево-то куда сидится? Налево? В смысле? Вот лагерь. Наверх. Или куда-то там. Я такую, чтобы промоушен получить. Видите, тут достаточно... Наславишь в городу? Наставлю. Один раз протоковать? У меня наверх, у меня наверх тундра. Ну, я знаю. Я вижу. Ну, давай. Наверх, у меня тундра. Я понял. Блин, как-то не очень тут все... Как будем, воеватели договариваться? Как хочешь. Так, давайте мэропоселенцев начнем. Международная торговля открыта. Плюс два золота, торговых путей нет. Плюс 100 производства дреневой мерантичности. Ну, как бы война в начале, тут как бы тебе... Мистицизм. Мобеды. Тебе тоже. Давайте мистицизм. Как бы она хорошо не знала. Давайте астрологию откроем, попробуем Стоунхенш построить. Поэтому он... Думаю, тут как-то... Выдвижки захватываете. Надо будет в другом случае. Ну, два города, может, у тебя как-то влезет. Ну, будем пробовать этого скаута убить. Блин, зачем? Блин. Вот это я тупо... Тупо-тупо-тупо. Так, ну, тут не очень, конечно, все хорошо. Как-то города придется широко ставить. Египтянин, а ты где живешь? Скажи, пожалуйста. Это кто? Бразилица. Мы встретились. Бразилица, ты к этим предложениям ее примешь, нет? Уже второй ход. Смотри, сейчас я город поставлю. Если что, я внизу. Так, а ты покажи, где ты хочешь город ставить. Я понял. У нас, типа, опять начинаются проблемы. Нет, у нас, как бы, проблемы не начинают. Ну, ты не хочешь принимать предложения, сначала хочешь город поставить. Ну, сейчас, секунду, покажу тебе. Так, счастье уже есть. Нормально. Но все равно надо все... Так. Три клетки надо обработать. А, хорошо, согласен. Так, давайте этого скаута нужно защитить. Почему я вижу грозильскую пометку? Он для всех. Он для всех поставил, да. Что она обозначает? Ну, он показывал мне, где он город будет ставить. Интересно, знаете, по берегу пока послов. Интересно, куда мне город везти? Привет. Да, Биполита тут. Ну, не шибко. Это у меня там японец с той стороны меня пошел. Наверное, вот сюда надо сначала поставить. А как ты... Откуда пришел? Тут неплохо. Тут есть. Куда его вверх? Или даже вот сюда. Вот сюда, наверное. Вот сюда будет пряность. Нефрит недалеко. В принципе, можно будет лошадь попытаться. Забрать тоже. Так, ты, получается, выше этого котового озера, да? Ага. А, так это грек. Это грек. Ты видишь вино? Вижу. Как ты отнесешь, если я его заберу? Шутишь ты? Нет, я просто не нашел тебя и поднял. Вино, которое около горы? Вино нет. Которое выше. А тут, наверное, вот сюда имеет смысл. Раз, два, три, да, четыре клетки. Нормально. Вот тут ничего такое место. Третий город надо сюда. Значит, второй сюда. Раз, два, три, четыре. Второй сюда. Третий сюда. Между ними. Раз, два, три, четыре, пять. Пять клеток. Нормально. Пять, четыре, четыре. Все очень даже неплохо. Японец, ты тоже обозначь меточками где-то города хочешь ставить в избежание технических сложностей. Построили. Поменяю пока на мастерство. Я, в принципе, готов договориться. Слушайте, а почему иногда вот Эврик или Вдохновение как бы не полностью заполняются? Вот, например, у меня мастерство. Обработайте три клетки вот сейчас. Я получил Вдохновение, но оно как бы не полностью, не половина заполнена. Понимаете, о чем речь? Я вот помню еще, вчера, по-моему, видел такое для научных тех у себя. При том, что я до этого, естественно, не исследовал это. Нету мнения. Возможно, там за 11 ходов как-то оно у тебя изучается, и поэтому полностью. Типа нечетное количество ходов ты имеешь в виду? Ну, по идее, оно же должно заполняться не по ходам, а по количеству требуемой культуры, как мне кажется. Ну, понимаешь, оно выглядит вот, как тебе объяснить, когда... Я вижу, у меня то же самое. У меня тоже вот сейчас шесть ходов, и как бы не полностью вдохновение заполнено. То есть не до половины. Отмечено до половины, да, вдохновение, а... Ну да, да. Блин, куда этот скаут? Неужели в этот лагерь побежит? Не очень хорошо. Ну, я сейчас вот своих вот этих колясок понастрою. Планирую настроить. Япония, что-то города вижу, меток не вижу. Да я не успеваю, подожди. Чисто на производство тут все переключаю. Два хода, три хода. Так, вот сюда буду ставить город. О, грек уже открыл раннюю империю. Вот оно, чё. Героя, я тебя сразу предупреждаю, чтобы ты потом не обижался, что если ты ведешь посела без защиты, я его захвачу. Пока он у тебя вот в столице сидит. Просто имей в виду. Так, можно... Да, как раз поменяю бонусы. Ну как так можно поселенцев что-то захватывать? Это же нехорошо. Как ты говоришь, Джек, да? Как и водить их... Ну да, Джек. Смешно, смешно. Как и водить их без защиты. Если быть точным, эксплуатационная протяженность линии московского метрополитена составляет 292 километра 900 метров. Это один из крупнейших метрополитенов мира. И да, это реклама Двагис. Справочник и карта городов Двагис знает 221 545 проходов и проездов в 15 городах-миллионниках России. С этим приложением вы не заблудитесь, так что заходите на Двагис.ру и совершенно бесплатно скачивайте приложение под вашу платформу. Блин, у него промоушен был. Так. Видимо, куда-то сюда он поселенца повел. Так, значит, дальше исследуем Раннюю Империю. Сейчас у меня вырастет до шести. Как раз получим. А здесь... Блин, надо астрологию открыть. К сожалению, я чуда не нашел. И теперь вряд ли найду... Ну, я его найду когда-нибудь, но нужен быстро Стоунхендж строить, я так считаю. Так, и меняем здесь политический курс. Теперь к производству юнитов. Ну, а тут все так и оставим. Пока. Просто Раннюю Империю надо открыть плюс к производству поселенцев еще взять. Но пока два поселенца без этого бонуса. Джек, у тебя же там есть? Куда селиться? Я так понимаю. Это кто? Циферки? Да, да, да. Получил вдохновение для Ранней Империи. Отлично. Так, надо пойти, будет вот этим еще лагерем заняться. С этим лагерем... Грек справился. Видите, быстро растет. У него тут четыре еды, три еды, так что неудивительно. Хотелось бы, чтобы он не мою сторону был. Третья сторону, может, по-любому, будет один? Наверное, можно пережить, кажется. Ну, как бы, все так страшно, как... кажется. Блин, вход в проход. Да, точно. Отлично, боится грек. Видите, сразу первым ходом убрал. Чего я и добиваюсь. Так, повели, значит... У меня компьютер тут предлагает. Ну, может быть, потом, но третий город надо сюда ставить. Видишь? Так, давайте... Колесницей своих... У меня не дают. Кампус не на всех клетках можно ставить. На поймах, по-моему, нет. Ну, или, может, он другому городу твоему принадлежит. Клетка. Что за? Какие-нибудь там, кавалерий, военная традиция. Сейчас построим. А ты, как ты видишь, метку? Обьюж коляску. Так, я на эту ртуть рассчитывал. Просто я вот этот махендару, я его забирать наверняка буду. Ну... Это может вызвать некоторые осложнения. Какая-то города тут нужна, ты что понимаешь. Он вроде неплохо так стоит. Под влиянием грека. Просто у меня тут не так много липсов. Нет, у тебя тут чудеса. И вообще, все прекрасно. Ну, что это кажется. Уже или нет, что нет. Так, Стоунхендж. Ну, ведь я вот тут могу Стоунхендж построить. Почему кампус не ставится на коне? Разве нельзя на соседней клетке из города его поставить? Можно. А на какую клетку ты хочешь ставить? На соседнюю. Ну, что там находится на клетке? В джунгли. И гора рядом. Река. А город у тебя вырос, да? А, подожди, ты же первый, ты же первый ставишь. На других клетках можно показывать. Почему-то мне на выбор просто четыре клетки только дают. Так, что там? А где артуть, как можно забрать в любом случае? Искра Божья, Греция. Ртуть, которая получается правее Парижа. Блок открытого неба. А где артуть? Где гора? Выдешь? Где гора? Где бананы гора? Там есть ртуть. А, точно, да. Искра Божья плюс одну очку великих людей за каждое священное место. Кампус и театральную площадь. А бог открытого неба плюс одна культура от пастбищ. Так, где рядом с бананами, таким образом ты заберешь себе ртуть третьим радиусом и алмазы вторым. Оно на прекрасное место. Джек, ты можешь его не своего сдвинуть немножко? Так, тут уже конец карты. А из-за того, что у меня обработка бронзи не переходит. Я, получается, не могу выразить эти джунгли. Блин, надо было город вставить. Ну что, циферки мы с тобой договорились? А ты не хочешь повыше поставить город, там, куда бы эти были лошади? А, ну, в принципе, я могу для действительно налоги поставить. В принципе, он менялся. Ты на одну клетку выше? Ну, в принципе, мне непринципиально. Ну, было бы неплохо, да, просто все с души бы сам бы вставил. В принципе, непринципиально. Ну, да. Ну, как бы, если это сохранит нашу дружбу... Я думаю, ее и так мы сможем поддерживать и переублажать. Нет. Просто, мне кажется, там для тебя место лучше. Ну, спасибо, конечно, я же ценен. Благодарю. Так, что тут надо построить ферму? Это бы... хорошо. Уничтожить трех варваров. Ну, кстати, можно пока сюда переключиться. Подождите, я хоть одного варвара... Ну, одного варвара только же колесницы уничтожил, как минимум. Теперь надо идти... Нет. Джакарта. Блин, Джакарта, блин, за десять клеток привела воинов, чтобы уничтожить лагерь варваров. К которому я бежал, чтобы его... Тупая Джакарта. Блин, поменяем тогда пока военную традицию на трудовую повинность. Еще один... А, я уже три города государства нашел. Круто, а ты, значит, в политическую философию пошли. Так, недостаточно жилья в столице. Блин, может, строителя тогда лучше. Тем более, что требуется ферму построить. Строю прачника тут на всякий случай. Где мои разведчики? Да, блин. Так. Видимо, надо будет где-то тут город еще ставить. Раз, два, три как раз. Или даже чуть ниже, вот сюда. Сюда, наверное. Я и до нефрита смогу дотянуться. Ну, почему нет? Так. Перехватку жилья мы компенсируем. Построим тут ферму, тут плантацию и тут плантацию. Хотя, с другой стороны, мне сейчас производства не хватает. В уроке, скорее. Блин. Не переключил. Так и теряю науку. Что-то я вообще так мало кого нашел. Они все за тобой брали. С другой стороны. Так, где тут был Мо? Да нет. Ну как, нет? Я же за тобой. Игрек за тобой. Это они все же. Что за... Тварь. Джек, ты не надейся. Посела я тебе не приведу. Ну, давайте еще боевую колесницу. Офига себе, залежи, соли, кумри. Мощно эфес растет, как на дрожжах. Так, надо этих лошадей купить. И тоже расти. Так. Так. И так. давайте сначала боевая колесница два хода давайте боевую колесницу потом уже поселенцев начнем клепать так-то я вот в сторону грека импер поставил на меня устраивает у меня еще вот тут место есть тут тут то есть как бы в принципе все не думал да тут вообще дофига места а вот и лагерь сейчас мы им займемся суши грек там бегал у тебя между афинами и спартой варварский скаут его уничтожил да где он скажи я хочу его прачником уничтожить ладно подожду уже производство 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 я не пойму мишу нефрит не обработан или обработан рудник есть как-то очень странно выглядит ну и да и тут производство так этот лечится поехали и на махедж даром такой вкусненький город который находится ровно между нами так киш больше расти не хочет всем кто мне пожелал будь здоров спасибо ну то есть я в эту сторону могу города ставится захватывает на хеджет даром почему почему ты бы не стал типа чтобы вы культурку с нее фармили да как бы и для этого тоже и который она находится ровно посередине так надо наверно идти значит обработку бронзы пока отложим давайте мореходство выучим я на берегу точно не буду ставить город поэтому можно ее открыть так пойдем пряность один ход как раз до роста грек еще жив скаут ну да тут кажется ему подмог куда спел подходить ну круто в античность греция и египет в античности уходы и ходится такой город полечимся слегка у меня выбора нет ты вниз не даешь ставится не я тебе я я удивляюсь что то я тебе оставил вон шикарное место где-то где оазис ну я туда поставлю реально крутое место нету смысла воевать во первых мы не очень близко ну прям во вторых мне есть куда селиться всегда выгодней место кстати не очень круто поселиться а не воевать слушай меня тут знаешь сколько городов что спасили меня 108 только у бразильца больше армия грек вообще типа армию не строит так так мы по идее следующим ходом должен убить хорошо он так стоит что подмога к нему не приходит ну и только если морские юниты могут появиться о лагерь варваров еще один блин постройте ферму я ее так и не построил ну ладно понемножку отстаем с наукой там явно ребята должны вперед выраться а по культуре что как шоу тучи по науке 16 половину бразильца нам надо блин ну должен убивать не ладно постою один ход поспешишь как говорит самому тут ферму построю людей не смешишь круто панец убери разведчик военную традицию отлично отлично одним захватом лагеря кучу всего франция здорово привет еще и у села бельгомеш состоящий друг сразу дружбу не остальные себе 145 мобилизации сука мне лодок дадут я смогу дать сука всего бразильец под чудом да блин может действительно взять мобилизацию лодками тут все исследовать с этим всего сколько лодок джек ну про атакуешь грек скаут или ты пах или все уже я был я бы его убил тогда понимаю там я уже походил а дальше как свалит там еще два уходить мину скаута надо убить так эту давайте ставить вот тут этот город так принимаем античную республику для создания строителей плюс 30 и первый отправленный посол дает двойной эффект надо будет потом поменять а также также ну строительство чудес надо построить стоунхендж так дальше исследуем драму и поэзию циферки посел понимаешь почему вторую корочку ты не переживешь забирает джек что ты надо действовать во всех играх что ты не принял которую сикимова прошла отметил дробь да а нет еще ах это нифига то дерзкий да нет нифига то мы с тобой договорились да что махеджи дарова это ты не захватываешь да я его сейчас подселю поэтому она мне на так этим скаутом пойдем тут смотреть что происходит и гончарное дело завершено давайте письменность что у нас тут с прачником да ладно все я всех нашел джек уже три посла отправил уже не вот таким образом то есть я сделал первый класс я почему мне еще ни одного послания джек а мне уже дали 1 блин зря я надо поменять дипломатический курс не тот я взял жаркова даже не уже как всегда ты до 6 послов то и как бы если кто больше там войну так строитель мельница мельница че религии то у нас будет в этом для шоу педра не фига там конкурса нафига рил убили прачников так и не успел я ими никого убить широк вот так бразилец пошли у тебя за город тут то есть что за город что за колясочка вот египет оказывается внизу рядышком я не ожидал честно говоря блин хочется за 145 провести мобилизацию бразилец стоунхендж построил значит можно уже не спешить со стоунхенджем можно спешить с кампусами так где тут кампус по максимуму ну тут плюс 2 тут лучше плюс 2 из-за горку что там плюс 2 из-за джунгли вот в этом месте и честно говоря заниматься ну я могу вырубить джунгли а тут бонус всегда останется так здесь вот плюс 2 ну в общем правильно я не проводил мобилизацию потому что эти деньги нужны для покупки клеток оказались давайте пойдем пряности нефрит тут обрабатывать с кем-нибудь поменяемся ладно обработку бронзы открою ждать пока этого а вот и чудо классное чудо между прочим ну тут египет очень-очень рядышком так что с железом есть железо круто эти его и обработаем сначала так колесничка тут полечиться в городе ну вообще скорее всего около этого чуда я город поставлю когда-нибудь так в кише тоже кампус ну плюс 3 да круто и дальше исследуем ну математику давайте строительство строительство водяную мельницу я сейчас дострою вот обработку железо что я сейчас ускорить это дело так кто-то все тоже посылает но это явно грек я думаю что мы вдвоем с ним а нет египет грека ты грека ты сил не нашел что ли нет он справа от микен просто с с с рюмя тут ну я с кем-то там послов поучить его посылаю я думал это ты оказалась это египет так меняем значит плюс 2 к влиянию все остальное так строителей чудеса вот это можно поменять давайте на поселенцев чудеса я пока не собираюсь устроить нашел это опасно так естественно всю отправляем так тут лечимся что нам имеет смысл открывать военная 6 ферм но в эту службу давайте пойдем исследуйте строительство станете целью объявления войны два кампуса где у нас строительство а вот она ну так давайте там один на мельнице один ход в столице ладно подождем слушайте ну тут интересное такое расположение у нас и слава богу у меня место есть куда расселяться собственно надо вот сюда город еще вести ставить так вот теперь пошли обрабатывать пряности тут кит еще к тому же рыба тут хорошее место ну правда чудо не вне прям фонтан уже тут тем более ну вообще город можно поставить так давайте города проверим что у меня тут с развитием ну кампус все правильно тут тут надо после кампуса сразу водяная мельница до стру и амбар тут один ход амбар где водяная мельница три хода бразилица решил ученого за ученым не на кто тебе мешал зарашить кампус а я его построить это вот скаут с этого лагеря пойдемте к тому лагерю тогда разбираться так тут мы все посмотрели ладно закончу строительство ускорю игры и развлечения прачник так слегка покачаем скаута в ни пуре лучше наверно амбар так что у меня тут стоит для поселенцев и для строителей тогда лучше строителя он же тоже жилье дает так тут амбар и будет поселенец здесь строителя после монумента и здесь строители такое чисто на развитие пока игра идет бразилец поставил военный лагерь здесь религию основал кстати давайте глянем что за на производство и за религию можно покупать еще не культура от пастбища все очень неплохо у бразильца очень все неплохо 22 культуры вход а науки тридцать четыре я кстати на втором это а еще и и и и и и и и еще гэгэшка и возьмем прокачку видимость может перемещать и видимость озарение навигация по звездам давайте поменьше не будем менять плюс один к жилью в городах с двумя и более но у меня пока нету два и более все знаете что давайте мы этим прямо в деньги пойдем вот так пользуйтесь два гис и играйте в умные игры а продолжение завтра спасибо что засорили до конца я лёша халецкий тос кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во-первых не забудьте поставить лайк а во-вторых поделиться этим видео раз уж вы зарели до конца видимо новом понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры